Здравствуйте! С вами Дмитрий Книга и новости Ленинского городского округа. Сегодня в выпуске вы увидите. Депутат Государственной Думы Вячеслав Фетисов провел прием жителей в онлайн формате. Стараемся услышать, понять проблематику, ну и в общем, решить те вопросы, которые требуют решения. Как спасают жизни в Видновской районной клинической больнице? Пациентка была в реанимации, оставалась там на кислородной поддержке на аппарате СИПА. Подмосковье – территория дружбы. Под таким названием состоялся онлайн-фестиваль. Вообще дружба народов – это замечательно. В принципе, это же мир, это о мире и о дружбе, и это не может быть плохо. Депутат Государственной Думы Вячеслав Фетисов провел очередной прием жителей. На этот раз мероприятие прошло в новом онлайн формате. Подробнее расскажет Максим Козлов. Сегодняшний прием был проведен с поправкой на ситуацию с коронавирусом. Вячеслав Фетисов и Алексей Спаский в режиме видеоконференции рассмотрели ряд вопросов, с которыми к ним обратились местные жители. У нас очень хороший рабочий контакт с главой. Алексей Петрович присутствует на всех приемах депутата. И это облегчает вообще решение вопроса. Если он видит, что вопрос заранее, так скажем, проработанный, можно решить непосредственно во время приема, то, конечно, это упрощает процесс, ускоряет его. Ирина Митрошина обеспокоена экологической обстановкой в Расторгуевском парке. По ее мнению, руководство парка не уделяет этому вопросу должного внимания. А возводимые в нем малые архитектурные формы и проводимое благоустройство не выдерживает никакой критики. У нас там парки, пруд нерасчищенный, засыпаются истоки реки, грязейки и Базян, извините. Вот, и там разные ручьи, тоже вся эта грязь идет. А парк экологический. Мы тоже настаиваем на том, что парк не должен быть многофункциональный. Алексей Спасский заверил Ирину Александровну, что, несмотря на массу различных, порой противоположных, мнений по поводу развития парка, будет выработана позиция, которая должна отвечать чаяниям большинства местных жителей. По поводу, что и как дальше делать в Расторгуевском парке, то участвуем в дальнейшем обсуждениях, в фокус-группах, потому что, повторюсь, ни единого мафа, ни единого гвоздя мы больше после того, как придем к какому-то соглашению, не в объем. Содействие волонтерам, проблемы с детскими дошкольными учреждениями и даже налогообложение. Спектр вопросов, с которыми люди обращаются к депутату Государственной Думы Вячеславу Фетисову, весьма широк. И формат видеоконференции позволяет по-прежнему оперативно реагировать на запросы граждан. Это новый формат для многих, особенно пожилые люди. В любом случае, это то, что не откладывает решение вопросов в долгий ящик, потому что непонятно, сколько все это еще продлится, а проблемы людям надо решать. И в той или иной степени мы стараемся услышать, понять проблематику, ну и, в общем, решить те вопросы, которые требуют решения. Рассмотрение заявлений граждан в тандеме также позволяет использовать более широкие возможности для решения проблем жителей, как на муниципальном уровне, так и на государственном. Максим Козлов, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видное ТВ. 3 декабря в 1966 году вознаменование 25-й годовщины разгрома немецких войск под Москвой прах неизвестного солдата был торжественно захоронен у стены Московского Кремля. С 2014 года в России 3 декабря отмечается День неизвестного солдата в память о российских и советских воинах, погибших в боевых действиях на территории страны или за ее пределами. Сегодня на Аллее славы собрались курсанты оборонно-спортивного клуба «Ратник», чтобы отдать дань уважения павшим на полях сражений. Дни воинской славы для молодых людей имеют огромное значение. Они помнят и чтут свою историю, и каждый раз с волнением приходят к мемориалу в городе Видное. Отделения Видновской районной клинической больницы сегодня носят двойные названия. Например, неврологическое отделение, оно же первое инфекционное. А все потому, что больные поступают не только с болезнями неврологического профиля, но и имеют подтвержденный диагноз коронавирус. Ежедневно здесь спасают людей сразу от двух серьезных напастей. Пенсионерка Александра Смолькина уже месяц находится в неврологическом отделении ВРКБ. Из них шесть дней была в реанимации. Ковид плюс пневмония – 70% поражения легких. Пациентка была в реанимации, оставалась там на кислородной поддержке на аппарате СИПАП. Перенесла и пережила, наверное, много в своей жизни. Были страхи разные, да? Жить не хотелось. Не хотелось. Да, такое вот состояние психологически тяжелое было. Сейчас пациентке значительно лучше, но каждый день ей приходится прилагать немалые усилия, чтобы начать дышать самостоятельно. Что вы делаете для этого? Шарики надуваю. Надуваете шарики. Играю. Играете, вспомнил детство практически. Да. То есть такое простое, казалось бы, занятие, сейчас это достаточно нелегко дается, верно? Очень трудно. Простите, пожалуйста, я устаю. Светлана Савина поступила в отделение в бессознательном состоянии с клиническими симптомами инсульта. И опять же с подтвержденным ковидом. Уже на второй день доктора заметили улучшение в состоянии пациентки. Елена Прокофьева говорит, женщине повезло, ее успели доставить в больницу в рамках терапевтического окна. То есть вовремя. Что для больных с инсультом особо важно. Сегодня можно с уверенностью сказать, Светлана пошла на поправку. Ей пока нельзя самой вставать и ходить по отделению, чтобы полностью себя услуживать. Но этот период уже совсем близко. Скоро. Помогали всеми силами девочки. Подходили и днем, и ночью. В смену в неврологии работают три врача, три сестринских поста и две санитарки. Больных в отделении на 60 человек под завязку. Но медики не жалуются, понимают, от них сейчас зависит жизнь каждого пациента. А все вместе они делают одно, общее, большое дело. Татьяна Брылова, Елена Кошелева, Видное ТВ. Фестиваль на просторах интернета. Так можно охарактеризовать праздник Подмосковья, территория дружбы. На его сайте несколько разделов, так называемых тематических площадок. Мастер-классы по приготовлению национальных блюд, выставка искусств различных народов и, конечно, концерт, онлайн-трансляция которого велась из районного центра культуры и досуга. Единство народов возможно и на расстоянии. Это доказал пятый областной фестиваль национальных культур Подмосковья и территория дружбы. В этом году он проходил в районном центре культуры и досуга. Впервые в онлайн-формате. Во всем есть положительные стороны, потому что сегодня нет у нас зрительной в зрительном зале, но все зрители могут замечательно устроиться у экранов телевизора и посмотреть этот фестиваль, сидя у себя дома. На территории Московской области проживают представители более 120 национальностей. Артисты представили 17 различных номеров – белорусские и кавказские танцы, песни украинцев и казаков. Украшением праздника стал показ, устроенный домом моды Сахера Рахмани. Это для наших женщин, да, очень полезно, а то, что можно даже в национальных костюмах, да, выглядеть шикарно и выйти даже в нем, например, на вечерний променад. Артисты постарались выложиться на полную. И хотя зрителей в зале не было, выступающие поддерживали друг друга, наблюдая чужие номера из-за кулис. Мне интересно на самом деле наблюдать разные национальности, разные народности, их культуру в танцах. И очень интересно на самом деле, как и танцору, как и в принципе человеку. Вообще дружба народов – это замечательно. В принципе, это же мир, это о мире и о дружбе, и это не может быть плохо. Очень рад, что свою культуру прихоперия принес именно в Подмосковье. А важно делиться этой культурой. Важно, чтобы дети делились также и черпали от нас различные культуры и знали, чем жили бабушки и дедушки. То есть тем самым подчеркивали свою историю и не забывали об этом. Онлайн-трансляцию посмотрели более 4 тысяч человек. Это в 14 раз больше, чем смог бы вместить зрительный зал. Александра Столярова, Кирилл Иванов, Елена Кошелева. В рамках стартовавшей 1 декабря недели доброты и щедрости сразу в нескольких торговых центрах «Видного» появились корзины с логотипами акции «Подарок от Деда Мороза». Для чего они и где их можно найти, узнала наш корреспондент Екатерина Борисова. Любой житель муниципалитета может почувствовать себя настоящим волшебником, исполнив чью-то детскую мечту. Это возможно благодаря стартовавшей в муниципалитете в рамках недели доброты и щедрости акции «Подарок от Деда Мороза», организацию проведения которой в этом году взяла на себя общественная палата Ленинского городского округа. Смысл этой акции заключается в том, чтобы собрать подарки для детей из малообеспеченных многодетных семей, а также для детей инвалидов. Принимаются игрушки, мягкие конструкторы, наборы для развития, канцелярские товары также приветствуются. Корзины с логотипом акции установлены во многих крупных торговых центрах города «Видное». Торговый центр «Ларец», там где детский мир, торговый центр «Курс» – это между мебельным магазином и магазином «Кораблик», также магазин «Канцелярка» и «Канцэкспо» – это в Красном Камне на Березовой. Сбор подарков ведется также в галерее 918 и торговом центре «Видное», где мы и побывали. К акции подключились волонтеры, среди которых активные жители, многодетные мамы и предприниматели. Будем смотреть за корзиной, наполнять ее, просвещать наших жителей. Также сами будем участвовать, обязательно туда что-нибудь возложим. Такая вот корзина добра в торговом центре дает возможность всем людям прийти в любое время. То есть мы можем прийти, посмотреть, положить то, что нам хочется, подарок, а потом это же все доставится к людям, к деткам. Приглашаю всех желающих и неравнодушных граждан ее поддержать. Приходите, приносите то, что вы можете передать малоимущим, инвалидам. Все собирайте здесь. Вот под такими плакатами будут находиться корзинки, в которых вы можете оставлять то, что вы хотите передать. Акция «Подарки от Деда Мороза» продлится до 8 декабря. Спешите делать добрые дела, ведь стать волшебником может каждый. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Елена Кошлева. Видно этого. На сегодня это все новости. Всего вам доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин